Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя Огородная Азбука. Продолжаю вас знакомить с сортами, которые я выбрала вчера для посева в первую очередь. И расскажу сейчас о некоторых сортах, которые в прошлом году я не садила. Вот следующий у нас сорт, который оказался у меня здесь, в этом лотке, это гранатовый. Видите, форма такая необычная, как хоботовидная. Сейчас я прочитаю вам, что о нём пишет производитель. Среднеспелый, 110-115 дней сорт. Растение среднерослое, высотой 35-45 см. Плоды стручково-видные, остроконечные, остроконические, удлинённые. В технической спелости зелёные, в биологической, тёмно-красной. Массой 25-30 грамм. Толщина стенки до 3,5 мм. Ценность сорта, устойчивость к верцицеллёзному увяданию, стабильная урожайность, высокое содержание сухих веществ, сахаров, аскорбиновой кислоты. Рекомендуется для сушки и производства сладкого молотого перца, паприки. Вот этот перец я выбрала специально именно для этих целей. Для того, чтобы высушить, размолоть и получить порошок перца. Не покупать паприку в магазине, а сделать свою и добавлять. Скажу честно, буду делать это первый раз, даже не знаю технологию сушки. Но в процессе всему можно научиться. Главное, что этот сорт, конечно, он не подойдёт нам для фарширования. Видите, какие у него тоненькие. И вот он мне напоминает, у меня есть перец чили. Вот в точь такой. Он такой же красный, хоботовидный, вот такой с тручком. И вес у него будет, вероятно, небольшой 30 грамм. И если я про тёщин язык, язычок тёщи говорила до этого, что они такие стандартненькие для фаршировки, прям идеальные, то этот, конечно, для фаршировки вы его использовать не сможете. Толщина стенки у него тоже не такая, чтобы его в салаты, для салатов, вот до этого я говорила, если Иола Вондер, у него 8 мм, он такой сочный, кубовидный, такой мясистый, то вот этот именно написана рекомендация, что для получения сухого порошка паприки. Раз у него большое содержание сухих веществ и сахаров, аскорбиновой кислоты, он, вероятно, очень вкусный на вкус и, наверное, полезный. Его можно есть в свежем виде или сушить. Ну вот всё, это было знакомство такое краткое с сортом сладкого перца гранатовый, который можно высушить на зиму. До свидания, с вами была Ольга Чернова и краткие обзоры перцев.